Здравствуйте, уважаемые посетители канала Иванова Наука. Меня зовут Русский Хован. Я вас приветствую. В сегодняшнем видео я расскажу вам об одном очень интересном способе, с помощью которого можно избежать внесения большого количества химически синтезированных удобрений, таких как монофосфат калия, таких как сульфат калия, при выращивании очень требовательных к питанию растений, таких как томат, перец, баклажан, капуста и огурец. Конечно, в наших выпусках мы много времени уделяем поиску и каких-то альтернативных методов ухода за нашими растениями. Несмотря на то, что химически синтезированные удобрения являются очень концентрированными, они при частом их применении приводят, нередко приводят к деградации земель. И, конечно, хочется что-то найти альтернативное. Ну, не бывает в природе перпетум мобили, да? Если мы где-то что-то берем, значит, мы там это обедняем, извлекаем и приносим к себе на участок. И, конечно, такие способы существуют, когда мы можем пойти там накосить травы, например, где-то сорной, сделать бродиловку и потом ею полить наше растение. Но на самом деле это будет в значительной степени обеднять те там луговые разнотравные угодья, существенно обеднять биоразнообразие и устойчивость тех систем, экологических систем, откуда мы извлекаем полезное начало. То же самое касается тех же мхов из леса, ну и много-много другого, что и так очень страдает от хозяйственной деятельности человека. При этом существуют такие организмы, которые при ведении хозяйственной деятельности человека приносят скорее вред, чем пользу. Хотя в природе ничего не бывает вредным. Ну, а вот в хозяйственной деятельности человека, да, есть какие-то вредные элементы. И один из сильнейших вредителей лесного хозяйства – это, конечно, трутовик. Трутовик обыкновенный в первую очередь, он может заселять и ослабленные плодовые деревья, и вредить саду в том числе. При всем том, плодовые тела трудовиков, а я в недавнем видео про то, чем наполнить лунки при посадке вот этих растений огородных, без каких-либо затрат, упоминал этот способ. И он все еще является таким необычным. То есть, если хлебные корки, там, кожура специально приготовленная, фруктов, овощей, там, и остальное прочее, оно является более-менее таким понятным, ну, и многие уже используют в практике, то вот трутовики являются каким-то совершенно новым средством для поддержания плодородия почвы и поддержания нормального состояния наших растений, обеспечения их питательными веществами. Дело в том, что плодовые тела трутовиков, каким бы паразитом этот трутовик не был, но они являются кладезем, просто концентратом различных питательных веществ. По содержанию фосфора с трутовиком посоревноваться может разве что костная мука. Высушенный трутовик до 40% в своем составе содержит белка, а ведь это же, так сказать, живой азот, который необходим нашим растениям. Фосфор, который я уже назвал, значительное количество накапливает трутовик калия. До 15, а иногда и 25% содержится в золе трутовика калия. И с этим он может посоревноваться и даже далеко уйти вперед с древесной, например, золой. Даже несожженный трутовик является колоссальным источником калия. И, безусловно, все знают, что грибы способны накапливать различные микроэлементы, в том числе вредные микроэлементы, такие как ртуть, свинец, кадми и так далее, в том случае, если они растут в какой-то промышленной зоне, если они растут недалеко от дороги. Но одновременно грибы и трутовики в том числе способны накапливать значительное количество полезных микроэлементов. Это и железо, и медь, и цинк, и бор. То есть то, чем могут быть объединены почвы, особенно сельскохозяйственных угодий, где эксплуатация ведется регулярно, где мы регулярно забираем в виде урожая колоссальное количество микро- и макроэлементов, съедаем их и оставляем эти микро- и макроэлементы совершенно в другом месте, не возвращаем их сюда же в почву. И у нас постоянно идет обеднение, снижение урожайности, снижение устойчивости растений к неблагоприятным факторам и так далее. Так вот эти самые трутовики являются превосходным аккумулятором целого огромного комплекса макро- и микроэлементов для наших растений. Именно потому, что они являются паразитами лесного хозяйства, но еще раз повторюсь, то есть в природе ничего плохого не бывает, там все гармонично, а в лесном хозяйстве они являются вредителями. Поэтому если вы начнете извлекать эти трутовики из естественных зон их обитания, вот в лесном хозяйстве на каких-то кварталах, где ведутся рубки, возделывание леса, где все равно хозяйственная деятельность ведется, то с одной стороны лесники вам скажут большое спасибо, с другой стороны вы отнормируете количество этих трутовиков в природе, в окружающей среде, и не нанесете никакого существенного урона для того же леса и лесного хозяйства. Ну, в любом случае с извлечением из леса, да, из естественных мест произрастания, надо быть очень аккуратным. Это предвосхищая вопросом, можно ли там собирать строчки, сморочки, какие-то другие грибы, там не древоразрушающие, что-то еще с этой же целью. Конечно, они тоже содержат значительное количество этих полезных питательных веществ, но все-таки я призываю собирать те, которые являются вредителями лесного хозяйства. Остальные оставляя на питание там лосям, косулям и сохраняя биоразнообразие этого леса. Итак, как использовать правильно эти трутовики? Ну, многие боятся использовать трутовики. Говорят, принесем споры к себе в сад, и, значит, сад погибнет из-за этого. Ничего подобного. Это все такой очень поверхностный дилетантский взгляд. Ну, во-первых, для того, чтобы понять, сколько нужно этих трутовиков, среднего размера трутовик, вот с ладонь, является вполне достаточным для того, чтобы обеспечить на долгое время питание одному растению томата, перца, баклажана, огурца и даже капусты. Поэтому вот один такой трутовик, заложенный в лунку, является хорошим-хорошим подспорьем для этого питания. Но проблема здесь в чем состоит? Что он, конечно, будет достаточно долго разлагаться, потому что напрямую растение оттуда достать питательные вещества не сможет. И надо этому трутовику помочь начать разлагаться с тем, чтобы этот процесс в почве значительно ускорился, и растение, так сказать, не ждало подачки, а там все было очень хорошо устроено. Поэтому все трутовики, которые вы соберете в лесу, из расчета один такой трутовик на одно растение, вам необходимо сложить в полиэтиленовый пакет и подождать, чтобы он немножечко запрел, вот там, чтобы там начала развиваться микрофлора. Обыкновенный полиэтиленовый пакет, возьмите большой, как из гипермаркета, с ручками, положите туда все трутовики, закрутите, положите в какое-то теплое место. Ну, буквально на недельку, максимум полторы, это как раз срок, когда надо будет сейчас наполнять лунки для высаживания наших растений. Если вы уже высадили ваши растения и не выполнили эту рекомендацию, то просто откопайте ямку рядом с посаженным растением и в зоне обитания корней, то есть на глубине примерно 20 сантиметров, заложите этот трутовик. И все, без проблем, абсолютно. Можно и так сделать тоже, уже к посаженным растениям его прикопать. Второе, что является очень хорошим подспорьем для активизации трутовика, это, конечно, заселение на него триходермы. С одной стороны, многие трутовики зачастую сами уже содержат в себе триходерму, потому что она питается им, питается очень активно, тоже высвобождая вот эти минеральные вещества для растений. Но, однако же, для надежности вы вполне можете использовать такие препараты, как плодородная почва, друг садовода-огородника, другие препараты, которые содержат в своем составе триходерму для того, чтобы активизировать вот этот процесс заселения трутовика. Вы можете либо положить там меньше, чем пол чайной ложечки этого препарата, буквально там пятую часть чайной ложечки этих препаратов на перлите на этот трутовик и все это дело закопать и посадить сверху растения, либо же вы можете положить этот препарат прямо в полиэтиленовый пакет, вот так немножечко потрясти с этим трутовиком и, соответственно, потом через неделю, 10 дней нахождения в этом пакете потом использовать эти трутовики для улучшения, увеличения плодородия почвы и для улучшения роста, развития ваших растений. Не игнорируйте этот способ. Это концентрат, и вы вполне, вы будете по состоянию растений дальше смотреть, нужны им вообще какие-то подкормки или нет. Почвы разные, там условия разные, это понятно, что у кого-то, возможно, растение что-то и попросит по тем симптомам, обязательно отслеживайте в одном из наших видео, ссылки, всегда я прикрепляю к этому видео, связанные, и ссылку на этот ролик с симптомами голодания я тоже прикреплю, поэтому обязательно узнавайте ваши растения, отслеживайте состояние ваших растений по этим симптомам, если им чего-то вдруг не будет хватать, то сделайте своевременные подкормки. Но я вас уверяю, что из своего многолетнего опыта применения этих самых трутовиков, ну я в первую очередь их применял как источник триходермы, конечно, но оказалось, что они также содержат значительное количество питательных веществ, и когда я укладывал эти трутовики, я и под плодовые растения эти мертвые трутовики даже укладывал, не думайте, там даже при посадке саженцев укладывал, ничего страшного, все нормально, все отлично, эти трутовики там умирают, и никаких спор там в них уже давным-давно нету, это в почву попали, это не их зона влияния, споры по ветру летают, а никак не через почву, не через корни, не бойтесь этого, это дилетантские какие-то замечания, на которые не стоит обращать внимание. Что ж, воспользуйтесь, пожалуйста, этим советом, я не зря сижу на пеньке, потому что как раз на таких вот пеньках трухлявых не только сел на пенек, съел пирожок, но еще и нашел трутовичок, поэтому, пожалуйста, сходите в лес этот весенний, красивый, берегитесь клещей, конечно, вот, и, конечно, в конце хочу сказать, что очень много советов, очень много рекомендаций, вы всегда найдете в журнале «Урожайные сотки», подписывайтесь, заходите на сайт «Урожайных соток», смотрите подборки литературы, всевозможных брошюр для садоводства и огородничества, действительно, за сущие копейки. На этом я прощаюсь с вами, до встречи!